На термометрах Плюс и так уже почти неделю к чуть более раннему, чем обычному, приходу весны в Ичалковском районе оказались готовы. 14 марта уровень воды на реках Инсар и Аллатр поднялся приблизительно на 50 и 30 сантиметров. На реке Куря за последние сутки фиксируется спад. Вода не поднимается выше отметки в один метр. Дома местных жителей пока в безопасности. Как и в Дубенском районе, однако в зоне возможного подтопления там находятся два населенных пункта – село Красино и Леватка. Они располагаются на берегу реки Чеберчинка. Состояние мостов, период паводка в районе оценивается как стабильное. Однако риск возникновения непредвиденных ситуаций остается высоким. На территории Большеберезняковского района из берегов выходили Сурак, Шаш, Тырмы и Дожга. Подъем наблюдался 13 и 14 марта. 15 числа ситуация стабилизировалась. Уровень воды упал до нормы. Вот такую картину на Суре наблюдали в 15 часов 16 марта. Большие глобы льда сплавляются прямо по течению. На реке Сура наблюдается подъем уровня воды на 3 метра 20 сантиметров. Всего на территории района 8 ГТС. Все ГТС находят собственности. На все ГТС ведется наблюдение. Оперативные группы работают во всех сельских поселениях. Оперативную обстановку утром и вечером два раза в сутки передают ВДДС. Нарушения дорожного снабжения, пешеходного снабжения, продовольственного, медицинского снабжения не наблюдается. Паводок проходит в штатном режиме. Обстановка с паводком в Краснослободском районе в этом году на разных участках складывается по-разному. Мокша из берегов вышла еще не совсем, а вода в районе подтопляемого моста уже поднялась на 3 метра. В связи с этим 16 марта в селе Русская Маськина выставили спасательный пост для переправы жителей. В селе Русская Маськина работает постспасательный из трех человек. Осуществляет перевозки с одного берега на другой. Значит, пассажиров, кого перевозят, и работник детского садика, и доярки. Значит, каждый день осуществляется перевозка жителей Маськина по графике, который выяснил на стене магазина. В сутки такой переправой пользуются до 15 человек. Спасатели в Русском Маськина будут находиться до полного схода паводковых вод. Ирина Суконкина, Народные новости. Спасибо. 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 Спасибо.